В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского городского округа. В студии Екатерина Борисова. Здравствуйте. И в начале выпуска коротко об основных событиях. Во Дворце культуры врачи провели уже ставшуюсь традиционной встречу с населением. В живую пообщаться с нашими жителями, услышать то, что их беспокоит. Музей-заповедники Горки Ленинский вручили премию «Лучшие в своем деле». Награда принадлежит в первую очередь сотрудникам, которые делают каждодневную работу. Героями 45-го выпуска «Стихи живут повсюду» стали участники окружного педагогического конкурса «Учитель года». Не смейте забывать учителей. Пусть будет жизнь достойной их усилий. Во Дворце культуры «Видное» прошла очередная встреча руководителей учреждений здравоохранения Ленинского городского округа с населением. Жители смогли задать интересующие вопросы врачам и получить исчерпывающие ответы. Встречи руководителей медицинских учреждений округа с жителями стали традиционными и продуктивными. В ходе мероприятия удалось решить много вопросов в сфере здравоохранения муниципалитета. Чем это хорошо и привлекательно, это то, что мы можем вживую пообщаться с нашими жителями, услышать то, что их беспокоит. Безусловно, отреагировать быстро. Есть такие некоторые вопросы, которые мы на месте решаем. В том числе и обмениваемся контактами для дальнейших каких-то таких непростых вопросов. Жительница деревни Пуговичина Валентина Березовская не пропускает ни одной встречи. Долгое время очень остро стоял вопрос ремонта ФАПа в населенном пункте. Благодаря совместной работе с населением проблему удалось решить. Сейчас медучреждение принимает пациентов в полном объеме. Регулярно приезжают и узкие специалисты. Бутай Гайдарович очень помог. Я просто благодарна. Я даже ходила к нему туда и поклонилась ему от деревни. То, что он что обещал, он выполнил. Многие видновчане старшего поколения приходят на встречи по совету знакомых. Знакомые у меня есть. И да, бывает, решают эти проблемы, записывают их тут же на прием. И решается этот вопрос. Заместитель главного врача Видновской стоматологической поликлиники Елена Сидорова ответила на все вопросы, интересующие жителей. И рассказала о переезде медицинской организации в новое помещение на строительной улице. Этот вопрос благодаря администрации нашего Ленинского городского округа и Минздрава у нас как-то маленькими шажками мы идем к переезду. Мы обещали до конца года. Все обращения, полученные в ходе встречи, были взяты на контроль руководителями учреждений здравоохранения. Наталья Буслаева, Александр Логинов, Гульнара Балаева, Видное ТВ. Полицейские УМВД России по Ленинскому городскому округу пересекли нарушение миграционного законодательства, обнаружив подпольный цех, в котором занимались незаконной предпринимательской деятельностью. Сотрудники патрульно-постовой службы в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Мигрант» обнаружили дом, расположенный на улице Весенняя, в котором незаконно проживали иностранные граждане. Часть помещений была оборудована под швейный цех. В момент проверки в здании находилось более 50 уроженцев одной из республик ближнего зарубежья и граждан Юго-Восточной Азии. В ходе проверки в отношении 26 мигрантов составлены административные протоколы за нарушение режима пребывания в Российской Федерации по статье 18.8 КОАП РФ с назначением административного наказания в виде штрафа в размере 5000 рублей с последующим выдворением за пределы страны. По данному факту возбуждено уголовное дело. По признакам преступления, предусмотренного статьей 322.1 УК РФ устанавливаются организаторы незаконной миграции. В музее-заповеднике Горки-Ленинске наградили лауреатов премии «Лучшие в своем деле». Мероприятию предшествовал форум, который в этом году был посвящен теме медиакоммуникации в бизнесе. О тех, кто несет гордое звание лучших профессий, расскажет Юлия Поготьян. Вот уже третий год Анна Катасонова организует форум для предпринимателей, где представители бизнеса общества обмениваются опытом и налаживают связи. Проект давно вышел за пределы Ленинского городского округа. Среди участников – жители разных городов нашей необъятной родины. Моя цель и задача была изначально привлечь в наш округ как раз разный бизнес. Здесь сегодня и Казань, и Ульяновск, и Москва. Не мы к ним в гости ездим, а они к нам. Посмотреть на исторические места, посмотреть на наш округ, остановиться, пройтись по городу погулять – такая была задача у меня изначально. В этом году форум посвящен теме роли медиа в бизнесе. Эксперты делились секретами успешного взаимодействия со средствами массовой информации, рассказывали, как с помощью СМИ развивать свое дело. А актриса Екатерина Лагвинова дала участникам мероприятия мастер-класс по ораторскому искусству. Моя тема выступления была, как с помощью голоса добиться успеха в карьере. Обязательно тренироваться, заниматься своим голосом, заниматься дикцией, артикуляцией, дыханием. Важно научиться говорить на своем природном грудном регистре. Тогда люди нас воспринимают как успешных личностей, им приятно с нами общаться, коммуницировать. Лучший в своем деле – это не просто форум. Он плавно перетекает в одноименную премию – порядка ста номинантов, среди которых генеральный директор МАУК ВДК Павел Русаков. С проектом телеканал «Видное ТВ» в этом году взял высшую награду в номинации «Медиа и СМИ». Я в большей степени только капитан этого судна, но все то, что заслужено, и в том числе эта награда, принадлежит в первую очередь сотрудникам, которые делают каждодневную работу. А моя задача – обеспечить всем необходимым, плюс хорошим настроением, хорошей мотивацией и достойной оплаты труда, для того, чтобы он мог делать хорошо и с радостью, потому что эти процессы творческие, и они связаны, конечно, с внутренними определенными вещами. Человек не может быть не рад жизни и делать при этом хорошие материалы. Обучающую повестку форума дополняли музыкальные номера. В перерывах между лекциями участники мероприятия танцевали под зажигательные выступления артистов. В планах у организаторов – расширять границы и увеличивать число единомышленников. Юлия Пагасен, Сергей Ларин, Гульнара Балаева. Видно этого. Участники окружного педагогического конкурса «Учитель года» стали героями 45-го выпуска «Стихи живут повсюду». Поэтические строки Андрея Дементьева открыли новую страницу в летописи совместного проекта «Историко-культурного центра» и телеканала «Видное ТВ». С лучшими преподавателями познакомилась и наш корреспондент Галина Житкова. Около трех тысяч преподавателей работает в муниципальных школах. Учителя начальных классов и предметники постоянно улучшают свое педагогическое мастерство, делятся авторскими методиками на профессиональных конкурсах. Такое счастье, что наконец-то учителя ценят, хвалят и показывают его самые лучшие достижения. Педагогический конкурс «Учитель года» проходит в Ленинском городском округе почти 20 лет. Участники нового марафона знаний и профессионализма встретились в учебно-методическом образовательном центре, чтобы организовать свой преподавательский клуб для обмена опытом. Как мы назовем этот клуб? Кто будет входить в его состав? Чем мы будем заниматься в рамках работы клуба? Все решать сегодня, именно сегодня, в день рождения клуба. На предложение прочитать стихотворение Андрея Дементьева, лучшие учителя округа откликнулись с душевной теплотой. Строки, написанные в конце 60-х годов прошлого века, и сегодня звучат искренне и проникновенно. Не смейте забывать учителей, они о нас тревожатся и помнят. И в тишине задумавшихся помнят, ждут наших возвращений и вестей. Им не хватает этих встреч нечастых. И сколько б не миновало лет, случается учительское счастье из наших ученических побед. А мы порой так равнодушны к ним, на Новый год не шлем им поздравлений. А в суете и попросту и злении не пишем, не заходим, не звоним. Они нас ждут, они следят за нами и радуются всякий раз за тех, кто снова где-то выдержал экзамен на мужество, на честность, на успех. Не смейте забывать учителей, пусть будет жизнь достойна их усилий. Учителями славится Россия, ученики приносят славу ей. Не смейте забывать учителей. Преподаватель биологии Винновской гимназии Мария Реокова с трепетом говорит о своем первом учителе и линейке в 1989 году. Такие добрые глаза. Она подошла, взяла меня за руку и говорит, ну что, мы пойдем с тобой в первый класс. И вот все какие-то страхи, какие-то, может быть, переживания, они так все остались вот у порога школы. И вспоминаю ее с глубокую, глубокой любовью. Кто станет героем следующего выпуска и какие строки прозвучат, узнаем уже скоро. Апрельские стихи живут повсюду, наверняка подарят весеннее настроение всем. Галина Житкова, Сергей Ларин, Ольга Садовская, Видно ТВ. И это все новости на сегодня. С вами была Екатерина Борисова. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова